МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная угроза – эпидемия. Стрельба на Новосельскому неделю спустя. Подробности расследования и воспоминания участников событий. В поисках справедливости поездка в одесской маршрутке обернулась для пенсионерки многочисленными травмами. Пассажиры вынесли ее из маршрутки и вызвали скорую помощь. А тем временем водитель просто поехал дальше. Этим утром в здании городского совета искали взрывчатку. По данным пресс-службы, полиция в Одесской области сообщение о минировании поступило на линию 101 в половине 12-го. Правоохранители эвакуировали из мэрии 60 человек в ходе проверки. Никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было. В столице состоялось заседание правительства. Затронули вопросы защиты интеллектуального труда и уменьшения аварийности на дорогах. Говорили о неправомерно высоких премиях госслужащим. Детали в сюжете наших коллег. Экономический блок реформ – один из главных в повестке Дня министров. Хотят закрепить законодательно вопрос защиты интеллектуальной собственности. В частности, в сфере патентования изобретений и соблюдения авторского права. Инициативы разработали при участии стартаперов, изобретателей и чиновников. Пакет решений передадут Верховную Раду уже в ближайшее время. В Кабмине убеждены, если депутаты поддержат правительственные инициативы, в Украине станет легче вести бизнес. Добавим, украинские программисты занимают 11 место в рейтинге международных специализированных кадровых порталов. Всего в списке 50 стран и первое место у Китая. В обзоре аналитиков за 2016 год украинские программисты входят в пятерку лучших среди знатоков математики. А еще лучше всех в мире разбираются в IT-безопасности. Еще один приоритетный вопрос – безопасность на дорогах. Дабы предотвратить высокую смертность в ДТП, правительство начинает масштабную программу. Она предусматривает строительство 500 новых кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысячи пешеходных переходов. В 2014-2017 год включено, втрачено 15 300 людских житей. Катастрофа. И мы ставим за цель сейчас, теми заходами, которые мы в этом году будем делать, уменьшить смертность, при нём на 30%. Государство планирует создать систему мер по контролю за движением на дорогах. Это поможет сохранить жизнь по меньшей мере 4-5 тысячам людей. Очень часто виновником ДТП становится именно пешеход. Даже здесь, казалось бы, безопасный пешеходный переход. Надо всегда внимательно посмотреть по сторонам. А если хочешь переходить дорогу, то тогда обязательно вскинь руку. Тем самым ты оповестишь машину водителя, что ты хочешь перейти дорогу. Добавим, что в Украине предусмотрены штрафы и для пешеходов. Так, например, за переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора, человек должен быть готов заплатить 51 гривну. Если гражданин пьян, то сумма вырастет до 136 гривен. А если спровоцировал аварию, придется заплатить штраф в размере от 170 гривен или же пройти исправительные работы от 20 до 40 часов. В европейских странах суммы кардинально отличаются. Например, в Испании переход дороги в неположенном месте стоит 80 евро. На наши деньги это 2800 гривен. Попытка перебежать на красный свет – 200 евро или 7000 гривен. Французы и немцы более лояльны к нерадивым пешеходам. За переход дороги в неположенном месте в этих странах штрафуют на 4-5 евро. Подняли и вопрос высоких премий госслужащим. Проблема уже в прошлом. Кабмин изменил структуру начисления заработной платы чиновников, снизив часть дополнительных выплат. Премьер заверил, что высокие надбавки чиновникам будут начисляться тогда, когда люди начнут получать качественный сервис на местах. Если люди работают в прозорых офисах и надают послуги, как в контактных центрах, они должны получать больше заработной платы, но они должны быть и отчувственными. Если люди отвечают за, я не знаю, жизненно важные системы обеспечения страны, они тоже должны получать высшую заработную плату. На заседании Кабинета министров уже после официальной части для прессы вновь обсудили тарифы. На сей раз информационным поводом послужило решение Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг ввести стимулирующие тарифы для Облэнерго. В Кабмине заявили, что это приведет к необоснованному росту тарифов для промышленности и, как следствие, удорожанию товаров и услуг. Однако Кабмин не вправе влиять на образование тарифов. Тем не менее, правительство призвало регулятор установить адекватные тарифы для полостных энергетических компаний, чтобы не допустить роста инфляции. Сегодня весь мир чтит память жертв Холокоста. В этот день, 73 года назад, освободили самый большой лагерь смерти на Свенце. За время так называемых этнических чисток погибли 6 миллионов человек. Это только официально. Так, в границах Одесской области, по разным данным, во время геноцида умерли до 256 тысяч человек. По поводу памятной даты, президент Украины Петр Порошенко опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook. Вшановуючи память про Голокост, мы решучи заявляем про неприпустимість повторения подобных злочинів в будущем. Украина разом з усім цивілізованным світом непорушно стоит за втілення ідеалів людяності, гідності та свободи. Пам'ятаємо і змінюємо світ на краще. Обширная вірусна угроза навісла над Одесою областью. Ко вспышки кори присоединился грипп. Следом, ожидается давно забытая дифтерія. Ситуация с высокой заболеваемостью кори не улучшается. За последнюю неделю прирост увеличился в связи с январскими праздниками и маленьким процентом вакцинации. Вдобавок к этому началась циркуляция гриппа четырех штаммов группы В, а также АН1Н1. Почва повсеместного отсутствия вакцинации благоприятна для распространения дифтерійной палочки. Как бороться с нашествием вірусу, смотрите далее в сюжете. В Одесі орудує целая вірусна групіровка. Кори грипп продолжают увеличивать рост заболеваемости, а в ближайшее время ожидается вспышка дифтерії. Опасные вірусы передаються воздушно-капельним путем. Только за предыдущую неделю медики отметили рост заболеваемости корью в Одесі области на 22,7%. Появилось и пять видов гриппа, самый опасный из которых АН1Н1. Рост составил 14%. Когда пойдет накладка двух вірусов, такого вирулентного віруса кори, и не менее опасного віруса гриппа АН1Н1-свайл, где произойдет их совмещение, это даст очень тяжелые последствия. В Министерстве здравоохранения сообщают, что в Украине за эту неделю корь не сдала позиции. За 2018 год корь уже успела забрать несколько жизней. За три тижні 2018 року зареєстровано три летальні випадки. Двое среди дітей, один дорослих, всі в Одеській області. Несмотря на то, что генотип афганского штамма кори ранее не был определен в Украине, по-прежнему единственным действенным способом борьбы с эпидемией остается вакцинация, говорят медики. Это касается и гриппа. Количество вакцинированного от гриппа населения по Украине неутешителен – 1%. А в Одессе и области даже меньше. Вакцины против гриппа. Они не входят в состав обязательной вакцинации, но они имеют место быть в аптечной сети. Вакцина от гриппа в одесских аптеках стоят около 170 гривен. При этом делать все прививки вместе нельзя. Между вакцинациями должен быть промежуток в месяц. Надо понимать, что и корь, и тяжелые формы гриппа, они существенно снижают иммунитет после перенесенного заболевания. Поэтому последовательно эти два заболевания могут протекать очень тяжело. В общем календаре вакцинации указан минимальный возраст и интервал между прививками. Раньше делать нельзя, позже можно. Также карантинные меры останавливают распространение вируса. Более 95% учеников одесских школ и воспитанников детских садов уже вакцинированы. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению количества заболевших в городе Одессе. И доктора констатируют стабилизацию эпидситуации. Но когда 29 января возобновят занятия в школах, ситуация может измениться. Большинство одесситов считают, что пересидеть дома безопаснее и дешевле. Подъем заболеваемости гриппом прогнозируют вплоть до марта. Вскорее надеются справиться примерно в те же сроки. В то время как одесские медики стараются быть во всеоружии, в области ситуация с вакцинами сложнее, особенно детскими. Это уже будет пятое или шестое обновление до Министерства охраны здоровья. В моей голове не вкладывается, почему они и сами могут обеспечить область соответствующими дозами и не дают дозвол областной державной администрации, чтобы мы самостоятельно завезли. Это касается и медикаментов для лечения кореевых осложнений. В инфекционной больнице в целом обеспечивают своих пациентов с достаточным количеством медикаментов. Проблемы возникают в лечении сложных случаев. Здесь затраты ложатся на плечи волонтеров. Возникают перебои с лекарствами дорогостоящими, например, Биовен. Мы периодически покупаем туда. Сейчас думаем сделать какой-то запас для того, чтобы он был в наличии в больнице. Наверное, насколько я знаю, просто никто не ожидал, не был запланирован бюджетом. Один флакон этого лекарства стоит полторы тысячи гривен. Кроме этого, медики опасаются, что эпидемия станет платформой для распространения не менее опасных заболеваний, таких как, например, дифтерия. От вирусов кори и гриппа можно предохраниться вакцинацией и простыми профилактическими методами. А вот с дифтерией все гораздо сложнее. Это заболевание очень тяжелое, с высоким процентом летальности. Если не ввести противодифтерийную сыворотку, это такое специфическое лекарство, которое единственное эффективное при этом заболевании. Кроме вакцинации, процент, который за последнее время снизился, предостеречься от дифтерии никак нельзя. В случае вспышки Украина обеспечена лишь гуманитарной помощью за прошлый год. Для ликования дифтерии на разе в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, которые были наданы Украине как гуманитарной помощи напрямую 2017 года. Дифтерия особо опасна при отсутствии вакцинации. Вероятность летального исхода 50 на 50. Существует большое количество клинических форм дифтерии. Симптомы разнообразны. Чаще всего это повышение температуры, слабость, боль в горле и специфические налеты на миндалинах. Есть еще другая форма дифтерии, которая поражает дыхательные пути. Вот в таком случае может быть кашель, сухой, лающий, как мы его называем. И, к сожалению, это все может закончиться асфиксией, то есть удушьем. В Одесской области до сих пор отсутствуют сыворотки от ботулизма, столбняка и дифтерии. Пока случай в заболеваемости дифтерии не зафиксировано. Но врачи просят как детей, так и взрослых воздержаться от посещения мест большого скопления людей. Опасной вспышки остается. Александр Кац, Алексей Филиппов, Виталий Кононов, Седьмой канал. Трое раненых, трое убитых. Полицейский Сергей Пригарин скончался в больнице. А Дмитрию Литвинюку достали последнюю пулю из груди. Со дня перестрелки на Новосельского прошла неделя. Что известно к этому времени? Смотрите далее. Трое раненых, трое убитых. Перестрелка на Новосельского возле 122-й школы произошла в прошлую пятницу. Если бы не затяжные каникулы, возможно, жертв было бы гораздо больше. Никита Гречко – врач скорой помощи. На Новосельского в тот день он приехал на вызов. Сообщили об огнестрельных ранениях. Говорит, не подозревал, что придется под пулями спасать полицейских. Дорошенко стрелял в сторону нас. Я слышал, как стрельбу автомата. Потом слышал, как пули над головами фью-фью-фью так пролетают. И полицейские отстреливались тоже от него. То есть, в этом мне стало страшнее больше всего. Начальство Никиты считает, парень нарушил устав. Он не должен был рисковать своей жизнью и спасать под пулями людей. Меня моя девушка отговаривала, чтобы я уходил с этой работы. Там большой риск и так далее. Чтобы я переходил в работу в отделение, ну, в больницу какую-то. Но я сказал, что я не хочу, потому что мне это нравится. И я хочу быть, ну, на скорой хочу работать. Я уже думал, опять стреляю. Чувствуете ли вы себя героем? В принципе, я думаю, что нет, потому что мы выполняли, в принципе, то, что от нас требуется. И когда мы ужинали уже 100 стрельба, ну, мы не могли, ну, у нас обратной пути не было. Не пил, не курил, был отзывчивым и добрым соседом. Так о стрелке Валентине Дорошенко говорят те, кто жил по соседству. Я знаю его с детства. Я здесь выросла и жила, ну, там, с передами. Я его знала как очень общительного, приятного человека. Всегда, если нужна была какая-то помощь, он ее мог оказать и никогда не отказывал. Он не пил, не курил, как его там сделали в прессе алкоголиком. Он вообще не признавал спиртного. Нормальный, хороший человек. В 122-й школе, где он работал до 2008 года, о валики думают иначе. Его уволили за систематическое невыполнение обязательств. Здесь, говорят, человек был не только ненадежным, но и откровенно странным. По отношению к учителям и сотрудникам школы, он вел себя недостойным образом. Если это были молодые учителя, он мог приставать с неприличными какими-то предложениями. Если это были технические персоналы, он уничижительно относился к ним. Часто создавал такие конфликтные ситуации, которые ограничили как бы уже с осложнениями и с угрозами для жизни и здоровья и работников, и детей. Одноклассник Дорошенко Сергей Сиблиенко написал на весь интернет о том, что валик со школы был не в себе. Причиной послужила трагическая смерть матери. Он часто приходил в школу немытым, нестриженным и неаккуратно одетым. Естественно, это вызывало определенную реакцию класса. С ним никто не дружил и не хотел сидеть за одной партой. Когда Валентин повзрослел, на него начали жаловаться девушки. В результате получил справку в психушке. С ней пошел в политику. Многие в Одессе помнят, как Дорошенко вызывал на дуэль Эдуарда Гурвица. Валентин приехал к экс-мэру Одессы в центр города на коне и со шпагой. Дорошенко сам баллотировался в мэра Одессы в 2010-м. А еще он называл себя членом партии Сталина. Осенью 2013-го был активным участником беспорядков у здания обл. УВД на Еврейской. И он не являлся, в связи с чем он был объявлен в розыск. В ходе перестрелки полицейский Сергей Пригарин получил ранение и скончался в больнице. Недавно с ним попрощались. Мужчину похоронили на Таировском кладбище. Никогда плохого не слыхал и не видел. Всегда был улыбчивый, красивый, добродушный. Такой, как мама. И мама тоже такая. Добродушная, красивая и хорошая. Он был, по моей линии, структурой приятной деятельности. Моим подчиненным всегда отличался дисциплиной, трудолюбием и ответственностью. Конечно, все мы помним, скорбим и хотим, чтобы самое главное, такого никогда не повторялось. И мы не теряли сослуживцев. Второй полицейский Дмитрий Литвинюк идет на поправку. На днях врачи достали из его груди последнюю пулю. К слову, в день перестрелки из квартиры Дорошенко вывели под руки двоих. Но вскоре отпустили. Информация про причетность до правопорушений не была подтверждена. Тому у правоохранителей не было законных подстав утримать этих людей между их права и свободы. И они были отпущены, но и они установлены. Если выясняется, что все-таки они причетные, то, конечно, они будут притягиваться до ответственности. Один из них был расшукався за территорию РК Крым, но это еще до оккупации. И эти люди, в целом, давали правдивые свидетельства, готовы співпрацювати с следствием, не переховываются. В подвальном помещении под квартирой стрелка нашли мини-мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Там было несколько станков, заготовки для оружия и два готовых пистолета-пулемета. Кристина Немченко, Евгений Ячменцев, Наталья Костенко, Седьмой канал. Пункт назначения – больничная койка. Обычная поездка в маршрутке обернулась для пенсионерки многочисленными травмами, дорогостоящим лечением и борьбой за жизнь. Больше месяца женщина с поломанными ребрами и черепно-мозговой травмой не может добиться помощи от правоохранителей и перевозчиков. Единственный, кто поддержал сосед с четвертой стадии рака. Он одолжил все деньги, собранные на химиотерапию. О поиске справедливости и беззащитности пассажиров в водеских маршрутках. Сюжет Надежды Бондаренко. 4 декабря в районе 16.00 в 145 маршрутке произошло чрезвычайное происшествие. Водитель резко затормозил, из-за чего все пассажиры попадали на пол. Среди них была и Татьяна. Женщина серьезно пострадала и уже больше месяца проходит курс лечения. Сегодня она находится дома и готова поделиться своей историей. Сильный удар был в голову, ну в ребра, понятно, и в голову. Я ударилась в эту поручень, а потом же раскрутила еще и вот так вот получается удар. Татьяна вспоминает, все произошло на перекрестке улиц Комаровой и 25-й Чапаевской дивизии. Что заставило водителя так резко затормозить, она не знает. Ведь сидела сзади и ничего не успела увидеть. Резкий толчок откинул женщину с сиденья на пол, после чего она потеряла сознание. Я вот так вот сидела, вот так держалась. И когда он затормозил, я не знаю, может, даже не знаю, это хорошо или плохо, что я держалась. Потому что я ударилась в этот поручень, меня раскрутило вот так, и я еще ударила вот эту сторону, и там же я и упала. Очнулась Татьяна на этой лавочке. Пассажиры вынесли ее из маршрутки и вызвали скорую помощь. А тем временем водитель просто поехал дальше. И я кричала, я помню, что я дышать не могла. Я только говорила, ой, и рвота была сразу. Девочка пошла водичку мне купила. Вызвали скорую. Они все делали. Спасибо, что не оставили меня одну в беде. Водитель, конечно, ехал безобразно. Набирая скорость, он должен был задуматься, стоит ли это делать перед светофором. Ну и, естественно, при резком торможении все люди попадали вперед. Я тоже немножко так поранила и руку, и там незначительно так трухануло меня. Скорая повезла Татьяну в отделение таракальной хирургии областной клинической больницы. При себе было 300 гривен. Их дали пассажиры, понимая, что у пенсионерки может не быть при себе достаточной суммы. За злополучную поездку женщина расплачивается до сих пор. На лечение уже ушло свыше 15 тысяч гривен. И это при пенсии в 1300. Большую часть денег одолжил сосед с четвертой стадией рака. Эти 15 тысяч гривен он скопил на химиотерапию, но не смог оставить в беде одинокую пенсионерку. Как добиться компенсации от маршрутчиков, женщина не знает. Да и в департаменте транспорта заявляют, влияния на работу перевозчиков не имеют. По поводу проверки перевозчика. Ну, как мы уже говорили, согласно 6-7 статье, департамент транспорта не может, к сожалению, штрафовать, лишать лицензии. Мы не являемся органом государственного контроля. Этим у нас занимаются две структуры. Это УКТ и органы полиции. Мы со своей стороны являемся организатором перевозок. Долго пострадавшая ждала и помощи правоохранителей. В 102 позвонила еще 5 декабря. Предложили прийти и написать заявление в отделении, а узнав, что женщина не в состоянии ходить, сказали ждать. Спустя месяц самочувствие улучшилось. Вместе с нашей съемочной группой Татьяна наконец попала в райотдел и написала заявление. Однако, по словам юриста, специализирующегося на ДТП, это только начало законного пути возмещения ущерба. Те телесные повреждения, которые ей причинены, они относятся к категории средней тяжести. Это уже основание для возбуждения уголовного дела. Поэтому на данный момент ее нужно проконтролировать. И более того, нужно настаивать, как по мне, на то, чтобы из РОВД, из райотдела, передали дело для расследования в специализированный отдел, то есть это отдел по ДТП. Вместе с Татьяной мы продолжим добиваться справедливости. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Евгений Ичменцев, 7 канал. Мы продолжаем. Вы смотрите итоги недели. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного. Последствия выборов в Таировской УТГ. Бюджетники остались без финансирования. Не здействуются никакие проплаты, поэтому мы в частности не можем сделать закупление. Возрождение украинского кинематографа. Сразу два жилых комплекса, от которых групп распахнули свои двери жильцам. Впереди новые открытия. 70 тысяч счастливых людей переселяются в наши жемчужины. Финансовый коллапс в поселке Таирово. Там бюджетные учреждения остались без денег. Всему виной затянувшиеся выборы в объединенную территориальную громаду. Таировский поселковый совет прекратил свое существование. Новый, который полномочен выносить решение по финансированию всех сфер жизни громады, еще не вступил в силу. В ситуации разбиралась Татьяна Лесничук. Ей слово. Не отримали ни аванс, ни зарплаты. Какого числа мог быть аванс? 15 числа. Завжди отримывали 15 числа? А этот месяц еще осталось? Не знаю. Зарплата Лидии Владимировны, воспитателя с 45-летним стажем, чуть больше 3000 гривен в месяц. Аванс составляет половину зарплаты. Ее в январе женщина так и не получила. С кухни у нас сейчас поломались комфорты на плитах. И нам нужно терминово их закупить. Но, на жаль, не действуются никакие проплаты, поэтому мы вчасно не можем сделать закупивки. С нового года Таировский детский сад не получил ни одной гривны из бюджета. Детей в сад еще принимают. И пока питание для них получают. Без сбоев. Тот же самый постачальник. Мы все продукты нам завозят, но там тоже потребен договор. Все, но он еще не подписан. И нам возят эти продукты, но как-то оно теперь я не знаю. Ждут своей зарплаты и медики. Бензин в машине доктора, чтобы выезжать на помощь населения, уже закончился. Медикаменты в местной амбулатории тоже на исходе. Денег нет. Мы должны отойти к поселковому совету. Мы надеялись, что все необходимые растраты поселковый совет должен взять на себя. И тогда нам действительно будет работать легче. Потому что до этого государственная служба финансировалась с Аведиополя. Аведиопольский центр первичной медико-санитарной помощи, который руководит главврач Сливка. Они не могут нам обеспечить, не дать необходимые медикаменты, например, для инсулиновых больных. Не можем мы выписать наркотические препараты, потому что основные, например, розовые рецепты тоже проплачиваются. Аналогичная ситуация в поселке Сухой Лиман. Там без финансирования остались начальная школа, садик и фельдшерско-акушерский пункт. Все это последствия выборов в Таировскую объединенную территориальную громаду, которые прошли еще 24 декабря. Вот стоит посредине коридора, что дети могли бы здесь побегать немножко, а так они стоят, мы не знаем, что с ними делать. То ли их выносить куда-то, то ли вывозить. Кому их передать, мы тоже не знаем. Урны для бюллетеней в коридоре Таировской школы стоят до сих пор. Окончательного результата выборов в ОТГ спустя месяц нет. Из-за бездеятельности территориальной комиссии, да я бы сказал и районной комиссии, сложилась ситуация, что мы сегодня, нас, громаду нашу обнулили. Обнулили, что мы не можем дальше не работать, не платить бюджетникам зарплаты. По словам главы поселкового совета Хасана Хасаева, Таировский поселковый совет и Сухолиманский сельский совет уже прекратили свою деятельность как юридическое лицо. Их счета закрыты. А новое юрлицо, Таировская объединенная территориальная громада, не вступила в свои полномочия. Доходные счета у нас открыты как для объединенной громады. То есть все налоги, все поступления, все доходы поступают на единый казначейский счет как объединенной громады. Расходная часть мы, к сожалению, не можем на сегодняшний день профинансировать ни одной из таких расходов, так как у нас перекрыты все расходные счета. И казначейство обосновывает тем, что мы должны уже подавать документы на открытие всех счетов как от объединенной громады. Выборы в Таировской ОТГ зашли в тупик, утверждает глава Одесской областной организации комитет избирателей Украины Анатолий Бойко. И завел их туда сам территориальный избирком. Часть депутатов, которые признаны избранными, она недостаточна для того, чтобы Совет считался правомощным и мог принимать правомощные решения. При том, что глава по главе выбора, признанные состоявшимися, глава поселкового Совета считается избранным. Территориальная комиссия принимала таких решений, которые завели всю ситуацию сейчас в абсолютный тупик, в ПАД, которые, да, действительно пока непонятно, как до конца непонятно, как в юридическом плане корректно разрешить. По сути, там, по тем участкам, где действительно невозможно определить результаты выборов, нужно проводить повторное голосование. Чтобы профинансировать хотя бы бюджетников, Таировский поселковый совет старой каденции принял временный бюджет. Но и его утвердить не могут. Мы написали уже во все инстанции письма. Мы писали и в районное, и в областное казначейство. Мы писали в районную администрацию, в областную администрацию. Мы направили письмо в Министерство финансов. И все нас, как бы, кормят обещанием. Сколько еще понадобится времени, пока в Таирово определятся с результатами выборов, непонятно, как и неясно, что будет с местным бюджетом. Татьяна Лесничок, Евгений Руденко, Константин Должневский, 7 канал. Возрождение украинского кинематографа. Спустя долгое время отечественные киноделы начали радовать украинцев новыми фильмами. Какие новинки выйдут в этом году, узнавали мои коллеги. За последние годы украинский кинематограф стремительно шагнул вперед. Только в 2017-м вышло более 40 фильмов, среди которых известные «Дизе контрабас», «Киборги» и «Соржевая застава». На очереди еще несколько. Комедия «Сотка» и историческая лента «Круты-19-18». Фильм основан на реальных событиях. 100 лет назад против 4000-й армии Советской России выступило около 300 молодых ребят. В основном это были гимназисты, студенты и добровольцы. В неравной битве под селом «Круты» погибли по разным оценкам более 100 человек. Много украинских военных попали в плен. Кинолента является не просто реконструкцией битвы под Крутами. Это история любви, жизни героизма на фоне становления украинской народной республики под руководством Михаила Грушевского. Бюджет картины – 52 миллиона гривен. Фильм выйдет на большие экраны 6 декабря 2018 года, в День вооруженных сил Украины. Это фильм, который должен затронуть эмоции каждого украинца и каждого гражданина света, который не байдужий до таких простых вещей, как свободу, патріотизм, любовь к собственному народу. Все те, что наши персонажи втілюют на экране и должны довести это. Студентские коренки готовы. Уже с 1 марта в прокат выйдет фильм Александра Беляка «Комедия Сотка». Как рассказывает сам режиссер, главный герой – неудачливый работник супермаркета. Но в какой-то прекрасный момент он стал обладателем пиджака, и в его переднем кармане не переводили 100-долларовые куперы. Он мог их доставать, 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 сколько угодно. 100 долларов – это все-таки не 50 гривен, это намного больше, и в любом объеме. Его жизнь кардинально изменилась. Он мог позволить себе все, о чем он раньше мечтал. Снимали в родном городе режиссера – Одессе. Стартовали съемки 1 апреля и продлились не больше месяца. Сами же актеры говорят, фильм не просто комедия. Это романтическая история любви и денег, какого-то внутренней борьбы человека с самим собой. Также в этом году в прокат выйдут фильмы. «Ворошиловград», сценарий, к которому написал известный писатель Сергей Жадан. Биографическая лента об украинском Кабзаре «Тарас. Возвращение» и исторический фильм «Легенда Карпат» об Алексе Довбуше. Такой прорыв украинского кинематографа объясняется государственной поддержкой. Только в этом году из бюджета на кинопроизводство выделили более 1 миллиарда гривен. Это рекордная сумма за все годы независимости. Назар Бурхан, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Евгений Ячменцев, 7 канал. Утро субботы 27 января преподнесло приятные события. Сразу два жилых комплекса, от которых групп распахнули свои двери новым жильцам. 22-я жемчужина на Болгарской и 27-я жемчужина на улице Каманина. О торжественном открытии больше знает моя коллега Мишель Арманд. Ей слово. Мы ждали ее открытия в апреле. Она открывается в январе. 22-я жемчужина. Добро пожаловать. В субботнем утром на улицах Болгарской, что в самом центре исторической Молдаванки, и Каманина, что на побережье Черного моря, многолюдно. Счастливые обитатели квартир с нетерпением ожидают официального открытия. Наконец-то этот день настал. У нас двойной праздник сегодня. У нашей мамы сегодня еще и день рождения, поэтому это очень крутой подарок для нее, я так думаю. Очень довольны. Не ожидали. Честно, ждали апрель, но никак не ожидали января. Это большой подарок для меня. Спасибо, му, спасибо Однану Кивану за такой подарок. Смотрим на свою квартиру, уже не можем дождаться, чтобы в нее зайти. Спасибо огромное. Перед торжественным открытием обладатели квартир в новых жемчужинах стали участниками розыгрыша приятных и полезных призов от Кадор Групп. Малышей развлекал веселый аниматор, а взрослым подали угощение. Кадор Групп использует самые передовые технологии строительства. Неудивительно, что такой подход гарантирует не только качество, но и скорейшую сдачу объекта, что позволяет счастливым обладателям современных квартир встречать лето в новом элитном жилье и с видом на море. Кадор – это качество, это гарантия. Вы сами видите, что дом сдается раньше сроков, а Однан Киван выполняет свои условия и это радует. И Кадора – хорошая репутация на Украине. Очень много положительных отзывов, очень много довольных людей. И я считаю, что Кадор – это один из лучших, так сказать, вложений в будущее для наших детей. Жемчужины уже давно покорили сердца одесситов своей надежностью и красотой. Потому что она надежностью своей известна, потому что нам понравились их проекты предыдущие, мы видели уже готовые дома. И мы надеемся, что нам будет здесь тепло и уютно. И очень красивое панорамное остекление, то, чего практически ни у кого нет. То есть много света – это всегда лучше для жизни. Самое время перерезать ленточку, ведь счастливым жильцам не терпится наконец осмотреть свои апартаменты. Из каждой уютной квартиры 22-й жемчужины открывается потрясающий вид на город. Комфортабельные квартиры от Кадор Групп – это уникальная возможность приобрести свой уютный дом. И это личная гарантия одна на Кивана. Вот этот уют для людей, вот этот европейский подход – 10 лет в рассрочку, под 9% годовых. Это наша компания привезла на Украину, эти идеи. И мы строим своими деньгами, мы строим своим капиталом. И Бог нам помощь. Не только планировка квартир, но и дизайн территории общего пользования продуман до мелочей. Просторные холлы, светлые коридоры, современная система пожарооповещения и камеры видеонаблюдения. В жемчужинах каждый чувствует себя в безопасности и окружен красотой. В строительной компании Кадор комфортно все, даже лифты. Основатель компании Кадор Группы Меценат Аднан Киван пообещал, что открытия 22-й и 27-й жемчужин положили начало масштабным презентациям 2018 года. Мы, я уже сказал, сдадим в 2018 году с помощью Бога 19 комплексов, 19 жемчужин. И в них будут жить 65-70 тысяч человек. Это 70 тысяч счастливых людей переселяются в наши жемчужины. Жилые комплексы от Кадор Групп – настоящее украшение Одессы. Мишель Арманд, Вадим Танкушин, 7 канал. Это вся информация, которую подготовили наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за всеми событиями в Одессе области. Это наш город и ваш седьмой канал. Оставайтесь с нами. Непременно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok